Славил Гойскую семейной иконой Богоматери с младенцем, которую он привез с собой из Константинополя и всегда хранил ее при себе. Паня Гойская давно меня в услужение взяла. Да только такого я никогда не видела. А в первый раз и перепугалась совсем. Я и говорю, Паня, от новой иконы свет идет. Сама видела. А Паня мне не верила. Говорила, что почудилась. Пока сама этот свет дивный не увидела. Я думала, Синя был маленький еще. Ну, как ты примерно. Был у нее брат, Пан Филипп. Так он от рождения слепой. Все о кузине своей сказки рассказывал. Истории всякие. А она любила их слушать. Вот он рассказывает. А сам же ничего не видит. Все равно. Все и убежал. Потому что... Тут Паня моя, которая уверилась уже, что икона-то необыкновенная, все Пану Филиппу говорила. Помолись перед иконой Богородицы. Проси у нее исцеления. Может, Бог даст и прозреешь. Пан и решился. А я там была. И своими глазами все-все видела. Солица моя, приблагая и скоро заступни. Покрытое им ходатайством мое прегрешение. Защити меня от враг видимых и невидимых. Умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мать и Господа, моего Творца. Ты и сикорин девства и невидаемый цвет чистоты. О, Богородительница. Ты попрошу на помощь моего Своего 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 Своего. Я плачу. И твоим причудным заступлением ты избавлюся от всякой беды и напастей. Я плачу. Есть в Успенском соборе удивительные отличия от других храмов. Его стены украшают живописные картины с изображениями чудесных эпизодов из истории Лавры. Они изумляют и вселяют надежду, укрепляя вере каждого, кто вглядывается в них сегодня, еще и еще раз переживая далекие и близкие волнующие события. Всяк человек обязан воздавать должное своему ближнему, то тем паче он обязан, по крайней возможности своей, воздавать должное Богу, Творцу Своему, к чести и умножению святой его славы. Чудо прозрения брата, происшедшее на глазах многих людей, потрясло Самуанну. После этого была составлена знаменитая фундушевая запись, имеющая силу завещания, по которой часть ее состояния навечно передавалась на устройство Почаевского монастыря. А икону, явившую чудо, она, собрав иноков, священников и множество православного народа, с крестным ходом и пением перенесла на Почаевскую гору и отдала ее на вечное хранение монахам. Не будучи ни от кого к тому побуждаема, но по доброй моей воле, делаю следующее распоряжение относительно той моей маятности при селе Почаеве, где существует церковь в честь успения Пречистой Богородицы. Чтобы при той церкви было постоянно славословие Божие, я решилась построить и основать при ней монастырь не иного исповедания, как только греческого. Монахи, чьи молитвы и труды хранят и саму святыню, и память о явленных ею чудесах, часто бывают на том месте, отмеченном крестом, где когда-то стояло имение Анны Гойской и где одно чудо непостижимым образом родило другие. Более четырех веков уже пронеслось над этими святыми местами, с того времени, как чудотворная икона Пресвятой Богородицы стала хранительницей, молитвенной жизни Почаевской лавры. О чем обычно думаешь, просыпаясь? О тысяче дел, которые ждут и на работе, и дома, о возникающих проблемах, и покатился день за днем, похожие друг на друга. А здесь, в монастыре, все по-другому. Каждый день, в пять часов утра, в хрупкой предрассветной тишине, неизменно происходит чудо живого таинства. Торжественно и строго начинает свое движение к людям икона Богородицы. Та самая, древняя, славная своими чудесами. Год 1607 Головорезы Золотой Орды, помня о богатой и плодородной земле, снова и снова совершали свои жестокие набеги. Люди жили в страхе, и никто не знал, будет ли жив завтра. Единственной их защитой была молитва. И, как всегда, в трудные времена, оплотом веры стояли монастыри. Монахи, посредники между земным и небесным, свято веря в божественную защиту, молились о спасении православных душ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот как-то заснул я после тяжкого дня... И чудится мне... Ангел тихий пролетает... Меня поднял... И понес... В небе понес... И так мне легко... Глаза открыл... А я не вправду... стен святого Почаева. Иду я к нему, и молю.